Животный мир уникален и разнообразен во всех планах. На Земле есть масса красивейших и элегантных зверей, которые всем своим видом говорят о том, что они будто снизошли с небес. Но есть в нашем мире и полные их противоположности – животные, которые будто поднялись на поверхности с преисподней, чтобы пугать всех вокруг своей жуткой внешностью и порой плохим нравом. С вами Смарт Пицца, и в этом выпуске мы покажем вам 10 самых страшных животных, которых словно создал сам дьявол. Готовы? Погнали! Питбуль Питбули, или американские питбультерьеры – неоднозначные собаки. С одной стороны, они могут быть спокойными, но это справедливо лишь в том случае, если их очень хорошо дрессировать. В противном случае, без должного внимания и правильной дрессировки, питбультерьеры становится дьявольско-разрушительной силой, которая сносит все на своем пути. Питбули – это бойцовские собаки, поэтому они очень недружелюбно и агрессивно относятся к другим псам, а также к чужакам. Что касается агрессии по отношению к псам, то она объясняется тем, что изначально питбули разводили для участия в собачьих боях, а также для травли быков и медведей, поэтому они становятся довольно агрессивными, заведев других псов. Это заложено у них на генетическом уровне. Питбуль – это настоящее создание дьявола. Мускулистое тело, немалый вес, устойчивость к боли, феноменальная выносливость, пугающий внешний вид, а также сила укуса, которая достигает 100 килограммов на квадратный сантиметр – все эти факторы заставляют людей уважать питбули и относиться к ним с особым пиететом. Лучше никогда не проявлять агрессию по отношению к этим американским монстрам, ведь в противном случае ответный удар будет безжалостен. Тасманийский дьявол От названия и неприятного внешнего вида до плохого характера все в тасманийском дьяволе говорит о том, что его создал сатана. Тасманийский дьявол обитает на австралийском острове Тасмания. Эти млекопитающие являются самыми крупными из семейства современных сумчатых хищников. Тасманийские дьяволы устрашают не только своей жутковатой внешностью, но и отвратительным характером. Это очень агрессивные и свирепые звери с ужасным нравом. Если животные почувствуют малейшую опасность, то оно раскроет свою большую пасть, в которой кроется множество очень острых зубов и начнет злобно кричать на неприятеля. Обычно этого бывает достаточно, чтобы недоброжелатель отступил. Если же он продолжает напирать, то тасманийский дьявол принимается защищать себя. А защищается он просто, очень больно кусает своего обидчика. Стоит сказать, что силы укуса этих хищников достаточно, чтобы разорвать даже металлическую ловушку, поэтому не стоит тревожить этих дьявольских во всех смыслах сущностей. Айе-Айе Айе-Айе или мадагаскарская руконожка чем-то похожа на тасманийского дьявола. Внешний вид у этих млекопитающих, обитающих на севере Мадагаскара, далеко не самый лицеприятный. Взъерошенная темная шерсть, длинный хвост, тонкие пальцы и жутковатые глаза – не самый лучший микс, не так ли? А учитывая, что Айе-Айе ведут ночной образ жизни, можно с уверенностью сказать, что встреча с одной из таких особей в темноте будет не самой приятной в вашей жизни. Поистине дьявольские создания. Впрочем, внешний вид у мадагаскарских руконожек обманчив. На самом деле это безобидные создания, которые не нападают на людей и проводят большую часть жизни в поисках личинок и жуков в коре деревьев. Молох Когда смотришь на молоха, невольно думаешь о том, что, наверное, как-то так выглядели бы ящерицы в аду. Возможно, в аду они действительно обитают, но встретить их можно и на земле, а если точнее, в Австралии, где молохи проживают в песчаных пустынях и полупустынях центральных и западных районов континента. Эти жутковатые ящерицы из семейства Агамовых отличаются маленькой узкой головой и широким уплощенным телом, которое покрыто изогнутыми роговыми шипами различной величины. Длина тела молоха составляет около 15 или 20 сантиметров. Что касается шипов, то именно они внушают страх практически любому человеку, который смотрит на молоха. И правда, когда видишь эту ящерицу, думаешь, что она очень агрессивная. На самом же деле, хоть и молохи выглядят так, будто их создал сам дьявол, эти ящерицы безобидны и не представляют практически никакой угрозы для людей. Максимум, что может сделать молох, это стрельнуть жидкостью из глаз, если почувствует опасность. Хотя вы вряд ли столкнетесь даже с таким отпором, поскольку таким образом молох защищается не от людей, а от своих естественных хищников, варанов и хищных птиц. Голый землекоп Голый землекоп – это еще одно жуткое животное, внешний вид которого однозначно разрабатывал сам дьявол. Хотя слово «жуткое» здесь не очень подходит. Голый землекоп скорее мерзкий, чем страшный. Лысое длинное тело, огромные торчащие зубы, маленькие глаза, тонкий хвост, специфический цвет кожи – все это выглядит отталкивающе, не так ли? В связи с тем, что голые землекопы выглядят нелицеприятно, многие люди считают, что они очень опасны и что могут напасть на человека в любой момент. На самом деле это не так. Было бы совсем несправедливо, если бы эти бедолаги не только отталкивали от себя взоры, но и терроризировали людей. Голые землекопы – это абсолютно безобидные создания. Все дело в том, что они слепые, как кроты. Землекопы ведут подземный образ жизни и почти не появляются на поверхности земли. Отсюда, кстати, и их обычный, отталкивающий внешний вид. Морские черти Как и в случае с тасманийскими дьяволами, все в этих морских обитателях говорит о том, что их создал дьявол, от названия, в котором есть слово черти, до ужасающего внешнего вида. Морские черти или удильщикообразные – это отряд лучеперых рыб с преимущественно курьезной внешностью. Они представляют собой биолюминесцентных рыб, которые живут в глубоких водах океана. Самая отличительная черта этих рыб – их передняя часть спинного плавника, имеющая форму удочки с приманкой и свисающая с головы. Этой удочкой с приманкой удильщикообразные приманивают к себе добычу. Если посмотреть на эту рыбу под светом, то можно увидеть, что она представляет собой настоящее воплощение ужаса. Острые торчащие и расположенные под углом зубы, непропорционально огромный рот и жуткие глаза – все это в совокупности выглядит страшновато. Хорошо, что морские черти обитают на большой глубине и не попадаются людям на глаза. Гигантская акула Гигантская акула также носит название исполинская акула. И не зря, ведь длина самцов этого вида достигает 9 метров, а самок – 9,5 метров. На данный момент это второй по величине вид акул в мире после китовых акул. Самый большой зарегистрированный вес гигантской акулы составлял 4 тонны, однако по некоторым сведениям еще в 19 веке рыбаки вылавливали особей длиной около 12 метров и весом до 20 тонн. Почему же гигантские акулы уменьшились? Считается, что это связано с чрезмерным отловом и массовым истреблением крупных экземпляров. По этой причине в настоящее время большие особи по меркам исполинских акул встречаются довольно редко. Впрочем, это не отменяет того факта, что выглядят эти рыбы очень устрашающе. Пугает не только их размер, но и необычная пасть – отличительная черта гигантских акул. Возможно, вы думаете, что такое дьявольское создание непременно должно быть хищным, но однако это не так. Как бы странно это ни звучало, но гигантские акулы совершенно безобидны. Они, как и китовые акулы, питаются только планктоном, крилем и мелкой рыбешкой, которая залетает в огромную пасть гигантов. Исполинские акулы не агрессивны и даже разрешают дайверам приближаться к себе на близкое расстояние. И все же, один нюанс есть – трогать эту акулу не стоит. У нее очень острая чешуя, о которую можно легко порезаться. Но я думаю, никому в здравом уме не захочется потрогать акулу в океане, какому виду она бы не принадлежала. Чертов цветок Чертов цветок – это вид богомолов, который обитает в Восточной Африке. В целом, это не самое страшное животное из нашего списка, но его внешний вид все равно немного отталкивает. Своё дьявольское название эти богомолы получили из-за похожего на цветок внешнего вида. Самки этих богомолов достигают длины тела около 13 или 14 сантиметров, а самцы – около 11 сантиметров. Окраска тела чертовых цветков обычно представлена светло-коричневым или зеленым цветом, но может варьироваться. Чертовы цветки охотятся из засады и питаются летающими насекомыми – мухами, бабочками, пчелами, осами, шмелями и кузнечиками. Стоит отметить, что чертовы цветки – частые гости различных террариумов. При достаточном размере террариума этих богомолов можно содержать в группах. Будучи тропическим насекомым, чертов цветок привык к высоким температурам и высокой влажности. Эти факторы необходимы ему для линьки. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какое из этих животных, по вашему мнению, самое дьявольское. Спасибо вам большое за просмотр!